За их плечами 33 года скитаний по военным гарнизонам. Но и сегодня Михаил Михайлович и Тамара Геннадьевна смотрят друг на друга такими же влюбленными глазами, как и на этой фотографии. Ее сделали в день их свадьбы почти 59 лет назад. А познакомились с влюбленными, как тогда было модно, на катке. У нас было трое, три девочки. Смотрим, два офицера идут. А девчонки говорят, вот, вот они, вот они. Они уже были знакомы. И к ним быстренько раз-раз они к нам подъехали, познакомились. Ну, сказать, что прям что-то... Подъехали на коньках? На коньках, конечно, на катке. А потом вдруг приезжает к нам домой. И познакомился с моими родителями. И вот и все. И началась другая. Долго ходить на свидания у пары не получилось. Михаила Михайловича отправляли на службу в Германию. Туда они уже уехали, как муж и жена. Вскоре у пары родился сын. Военную службу я полюбил. Легко переносил все тяготы и трудности военной службы. В этом мне помогала Тамара Геннадьевна. Она сама легко их тоже переносила. Всегда была верным, надежным домашним телом. Тамара Геннадьевна, в отличие от большинства офицерских жен, дома никогда не сидела. Где бы ни служил муж, она там же устраивала сработать операционной медсестрой. И считает, что за годы совместной жизни тоже стала солдатом. А многочисленные переезды только укрепили их отношения. Надо не обострять отношения. Лишний раз промолчать. Просто не напрягать обстановку. Не нравится, лучше помолчи. Не возникай. Это самое милое дело. Ну и потом, видимо, возникли какие-то чувства, которые глубже, чем любовь. Просто-напросто теперь уже это свой, дорогой человек. И расставаться, тем более терять, конечно, не хочется. Так рука об руку они прожили вместе яркую жизнь. Сейчас оба на заслуженном отдыхе. Тамара Геннадьевна вышивает крестиком и дарит свои работы друзьям и родственникам. Михаил Михайлович пишет стихи. В его архиве уже более двухсот произведений. Не пожурит солдат никто. Забудем нынче о кефире. Грешно не выпить нам за то, чтобы наши внуки жили в мире. Кстати, Михаил Михайлович и Тамара Геннадьевна воспитали сына и дочь. Сейчас у них подрастает четверо внуков. В этом году пара будет награждена медалью за любовь и верность. А сразу после этого будут готовиться отпраздновать бриллиантовую свадьбу – 60 лет совместной жизни. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.